Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, благословенное имя Господне! Мира и благословения вам, дорогие! Шалом Авраха! Сегодня мы поговорим о празднике труб, который на иврите называется Йом Труа. День труб или день трубного звука. Синтия, дорогая моя, этот день еще называют Роша Шана, что переводится как «голова года». В этот день многие евреи идут в синагогу. Чаще всего этот день называют Роша Шаной, потому что, согласно древним раввинам, в этот день родился весь мир, а в этот день Бог создал человечество. Но мы с тобой размышляли над Писанием и поняли, что этот день связан с нашим царем Иисусом, и наше понимание этого дня, я бы сказал, несколько отличается от традиционного. Скажи, а что праздник труб означает лично для тебя? Я очень люблю этот праздник. Он ассоциируется у меня со звуком труб и рогов. Это звук голоса Божьего, который говорит «проснитесь, проснитесь и будьте готовы». Иисус вернется, а мы можем стать сонными и думать. Он, наверное, задерживается, а жизнь продолжается. Но праздник труб призван разбудить нас. С его помощью Иисус говорит «Я живой, и я возвращаюсь». Поэтому будьте готовы. Аллилуйя. Баруха Шам, возлюбленные, сегодня мы сконцентрируемся на одном из святейших дней в Божьем календаре. Называется он «Йом Труа» или «Праздник труб». Я считаю, что он ассоциируется с возвращением Иешуа Хамашиаха. Мы изучим древние тексты и посмотрим, что символизировал этот праздник в первоначальном историческом контексте. А затем мы применим это к нашей жизни. Для начала давайте откроем книгу Левит, 23 главу, и начнем читать с 23 стиха. «Трава сохнет, цветы вянут, но Слово Господа благословенно, и имя Его пребывает вовек». Послушайте Слово Божие. «И сказал Господь Яхве, Моисею, или Моиша, говоря, «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу». Давайте остановимся и поразмышляем над тем, что мы только что прочитали. Во-первых, в Библии этот праздник назван праздником труб или трубного звука. Йом-труа. В традиционном иудаизме его еще называют рошошана, что имеет совсем другое значение. Рош означает голова, а шана — это год. Вот, согласно преданиям, раввинов, именно в этот день, в день труб, Господь создал мир, и поэтому этот мир празднуется как еврейский Новый год. В этот день они отмечают годовщину создания человека и создания всего мира. Но этот праздник куда больше, чем просто Новый год, потому что с него начинаются так называемые «десять дней трепета». Что такое «десять дней трепета»? Десять дней от Йом-труа, праздника труб, до Йом-ки-пура, который наступает через десять дней после Йом-труа. Эти десять дней называют «днями трепета». Почему? Потому что евреи понимают, что через десять дней на Йом-ки-пур Бог будет судить мир. Это раввинистическое учение. Скоро мы посмотрим на это через призму Нового Завета. Но я хочу, чтобы вы поняли, какие раввинистические идеи стоят за всем этим. Но Йом-ки-пур, кровь быка и козла, приносилась в святое святых первосвященникам Израиля. То есть Израиль понимал, что через десять дней после Йом-труа, праздника труб, первосвященник принесет в святое святых кровь быка и козла. Святое святых было еще в Скинии, а потом, когда Скиния превратилась в постоянное строение в Иерусалиме, которое было названо храмом, оно было и в храме. Итак, в дальнем конце Скинии, а позже и храма, была комната под названием «Святое святых», в которой находился ковчег Завета. А внутри ковчега, этого Завета, лежали десять заповедей. Каждый год первосвященник приносил кровь быка и козла и выливал ее на крышку ковчега Завета, которая также называется «местом милости». И когда Господь видел кровь на месте милости, Он прощал грехи Израиля, их преступления против Его десяти заповедей, которые лежали внутри ковчега Завета. Кровь была на ковчеге. Бог видел кровь. И в книге Левит Он сказал, это 17 глава, 11 стих, «Жизнь тела в крови. Я назначу ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Напомню, что мы с вами говорим о празднике труп, который является началом десяти дней трепета, ведущих к емкипуру, дню, когда Бог прощает грехи Своего народа. Но израилетяне понимали, что для того, чтобы получить прощение, им нужно покаяться. Они не могли просто рассчитывать на то, что Бог простит их. Им нужно было смириться перед Господом по-настоящему. А вот почему в Писании Бог оставил нам инструкции о том, что следует делать в этот праздник емкипур. Там же Господь сказал, что душа, которая не смирится, будет удалена. Следовательно, искупление и прощение грехов — это не что-то, что Бог делает автоматически без участия человека. Человеку нужно смириться и осознать свои грехи. Только в таком положении Он может получить Божие прощение. Когда мы видим пролитую кровь и животное, которому пришлось умереть, а затем и Бога в человеческом обличии, которому пришлось умереть, мы понимаем, какими на самом деле ужасными и серьезными являются грех и зло. На следующей неделе мы поговорим об этом чуть больше, когда будем разбирать Йом-Кипур. Нам с вами важно осознать реальность зла и необходимость очищения от этого зла и его последствий. Но Йом-Труа не только подготавливает нас к Йом-Кипуру. Йом-Труа — это день трубного звука или Роша-Шана. Это прежде всего напоминание о том, что Творец будет судить свое творение. Он вернется и откроется всему миру. Напомню, что, согласно преданиям раввинов, именно в этот день, в День Труп, Господь создал мир, и поэтому этот день празднуется как еврейский Новый Год. Именно в этот день они отмечают годовщину создания человека и создания всего мира. Но этот праздник куда больше, чем простой Новый Год, потому что с него начинаются так называемые «десять дней трепета». И после небольшого перерыва я расскажу вам о них. Бог по Своей милости дал нам возможность прийти к Нему. Есть только один путь, и это Иисус. Большинство из нас никогда не видели, что находится внутри Скинии. Мы только читали об этом в книге «Исход», но здесь мы узнали об устройстве Скинии, что она символизировала. На самом деле она указывала на Господа Иисуса Христа. Я очень рад, что мы смогли посеять в жизнь стольких пасторов. Дух Святой оказал на некоторых из них сильное влияние. Я думаю, что благодаря нашему визиту произойдут перемены. Эти люди больше не вернутся в то состояние, в котором они жили раньше. Я очень рада, что познакомилась сегодня с Равином Шнайдером. Он учил, а потом сказал, «Закройте глаза». Некоторые из вас что-то услышат, некоторые увидят видение. Я не успела еще закрыть глаза, как услышала голос Божий, который сказал, «Прими мир». Мне была нужна эта встреча с Богом. Мне казалось, что я уже выдохлась. И он объяснил мне, что это была встреча с Богом. Настоящая встреча с Богом. И она была мне так нужна. После этого я почувствовала такую легкость. Все времена были сняты. Давайте вернемся к тому, о чем мы говорили в самом начале. Я рассказал вам, что израилетяне должны были трубить в трубы, и звук трубы должен был напоминать им о чем-то. Давайте еще раз прочитаем Левит 23-23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажися нам, Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас спокой, праздник труб, день памяти, священное собрание». А вот тут остановимся на минутку. В английской Библии сказано, что у них будет покой, они будут трубить в трубы, и это будет напоминанием. Послушайте это еще раз. Будет у вас покой, праздник труб, день памяти, священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите жертву Господу. Итак, нужно трубить в трубы, и этот звук должен напоминать о чем-то, но о чем. В этом тексте ничего об этом не сказано, но если мы заглянем в слово и подумаем, о чем могут напоминать нам эти трубы, то в итоге мы придем к книге «Исход». Это 19 глава. Итак, о чем же должен был напоминать нам трубный звук? Посмотрите на «Исход». 19 глава, 18 стих. «Гара же Синаай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». Ну а теперь внимание. «И звук трубный становился сильнее и сильнее. Вся гора была объята огнем и дымом и сильно дрожала». Пугающее зрелище. Скажите, а вы можете себе такое представить? Просто дух захватывает. Израилетяне были в шоке. Они были напуганы. А затем с небес затрубили трубым, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом, и сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. Бог позвал Моисея и тот поднялся к нему. Это прообраз возвращения нашего царя Иисуса. А вот почему в первом послании Фессалоники 4 главе сказано, сам Господь Иисус, наш Иешуах и Мошея при голосе архангела и трубе Божией сойдет с неба. Как Бог сошел на гору Синай при звуке труб, и звук трубный становился все сильнее и сильнее, и сошел Господь на гору Синай, на вершину горы. Так же нам явится и Иисус. Он придет к нам с небес под звуки Божественного Небесного Шафара. Этот звук с небес пронзит атмосферу Земли, и тогда все увидят его, даже те, кто пронзили его. Творец Вселенной откроется всему своему творению. И каждый год мы празднуем Йом-Труа как напоминание о том, что Творец снова явит Себя всему миру. Иисус очень скоро придет за нами, и Бог желает, чтобы каждое поколение со времен Иисуса жило с пониманием и ожиданием того, что Иешуа Хамашиах скоро вернется. А я скажу это еще раз. Чего хочет от нас Господь? Он хочет, чтобы мы развивали в себе ожидания того. что Иисус придет еще при нашей жизни. Так должна жить каждая душа. Да, дорогие мои, мы должны жить, ожидая, что Иисус вернется еще при нашей жизни. В Писании сказано, что многие насмехаются. Так где же Он? И Петр отвечает, «О, Господа, один день как тысяча лет». Положите руку на сердце и повторяйте за Мною, «Иисус скоро вернется». «Иисус вернется за Мною скоро». Итак, помните, у Господа один день как тысяча лет. и тысяча лет как один день. Иисус вернется очень скоро, но если мы будем искать Его, как пять глупых дев, то мы не будем готовы к Его приходу. Не знаю, как вас, но меня не нужно убеждать в том, что Иисус придет очень скоро. Я вижу знамения повсюду. Я понимаю, что так говорили всегда, но сейчас это видно так, как никогда раньше. Даже в моей жизни такого времени еще не было. В мире невероятный хаос, насилие, ненависть, замешательство. И это просто ужасно. Мы уже в точке невозврата. Когда Иисуса спрашивали о Его возвращении и о том, когда Он вернется, в Евангелии от Матфея Он процитировал Даниила. И Иисуса спрашивали, какими будут знамения Твоего прихода и конца времен. Он отвечал, как сказал пророк Даниил. В книге пророка Даниила мы видим удивительное откровение, которое получил сам Даниил. А после этого откровения Дух Святой сказал ему, запечатай, эту книгу, потому что никто не поймет это откровение, пока не придет конец времени. Иными словами, откровение, которое получил Даниил, не должно было быть понято при его жизни, но мы сейчас понимаем его, потому что живем в то время, когда вернется Иешуа. Даниил говорил, что наступит время, когда информационные технологии захватят весь мир. Мы живем в такое время. Дети даже разучились играть на улице. Они предпочитают играть дома, за компьютером. Они не знают, как играть на улице, лазить по деревьям, играть с животными и природой. Даниил говорил, что перед тем, как Господь явится миру, сильно возрастет знание. Люди будут путешествовать по всему миру. Он даже видел передвижение на реактивных самолетах. Но и это еще не все. Вымирание такого понятия, как семья, путаница с полами, разделение в политике, падение уважения к властям. Все это уже происходит на Западе и начинает охватывать всю планету. Это необратимый процесс, и он готовит почву для возвращения Иешуа. Проблема современного общества в том, что человечество придумало себе другого Бога. Они придумали себе Бога, моральные принципы которого они определяют сами. Иными словами, Слово Божие больше не является основанием для моральных принципов людей. Они отказались от Слова Божьего и выбрали мораль, которая вмещает всех и вся. Толерантность — это новая религия. И теперь уже ничто не считается неправильным. Это массовое замешательство, и Иисус уже готов вернуться. Кстати, Даниил написал, что перед самым возвращением Иисуса грех достигнет апогея. Когда грех достигнет наивысшей точки, люди лишатся морального компаса и больше не будут знать разницы между тем, что хорошо, а что плохо. И в этом мире, где люди остались без морального компаса, без понимания абсолютной морали, именно во время такой обстановки в мире появится антимессия, в мире появится кто-то, кого все посчитают воплощением благочестия. Люди будут настолько обмануты, что пойдут за ним до края пропасти, а в самом конце придет истинный Мессия, Иисус Христос явится всему миру. А вот что такое праздник труп. Иисус действительно готовится к возвращению. Он придет за нами. Ну а сейчас внимательно послушайте то, что я хочу вам сказать. Недавно я был в Колорадо, и там мы познакомились с одной заблудшей душой. Кстати, он сам с нами заговорил. Мы встретили его на рыбалке. Он не стеснялся выражениях, и было понятно, что ему нужна помощь. И мы попытались достучаться до него любовью Божией. Я спросил, что вы думаете об Иисусе? И он начал ругаться. Он начал говорить такие вещи, что даже противно повторять. Он сказал, что он лучше будет гореть в аду, чем позволит Иисусу умереть за него. В своей голове он придумал моральные принципы, которые он считал выше Иисуса. Он думал, что все хорошо и приемлемо, что самое важное это толерантность, и что все пути ведут в одно место. И он думал, что эти идеи более правильны, чем сам Иисус. Но Иисус сказал, когда Сын Человеческий придет на землю, найдет ли он здесь веру? Прямой и узкий путь ведет к жизни, лишь немногие найдут его. Постарайтесь войти через эти узкие врата, потому что я вижу, что многие будут пытаться, но не смогут. Дорогие, Иисус возвращается, и этот мир не наш дом. Мы на планете Земля не в отпуске. Мы здесь для того, чтобы подготовиться ко встрече с Ним, и мы с вами очень скоро встретимся с Ним лицом к лицу, а сейчас мы должны готовиться к этому. Это как тренировочный лагерь, это место проверки, это место, где мы должны любить его, ставить его на первое место и повиноваться ему. У нас есть всего одна жизнь, и она очень скоро закончится, а останется только то, что было сделано для Христа. Давайте готовиться, потому что Иисус придет за вами. Я на Масличной горе. завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Иисус 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 Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вы когда-нибудь чувствовали себя далёкими в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и вы узнаете, как Бог использует эти времена, чтобы приблизить нас к себе. Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнёром передачи «Узнавай еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые ещё не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнёром Господа через нашу передачу. Я уверен, что за всё, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждёт награда. Я не знаю, ощущаете ли вы это в атмосфере, но каждый год в это время я чувствую какую-то свежесть и новизну. Это также время начала осени, и мы знаем, что осень — это символ того, что должно произойти что-то новое. Также в это время мне хочется принести Господу особое пожертвование. Не знаю почему, но мне хочется как-то по-особенному почтить Его. А вам не хочется принести Богу особенное, праздничное приношение? Я знаю одно. Когда мы даём что-то Богу, это всегда возвращается к нам мерой доброй, утрясённой и нагнетённой. Я не знаю, как именно это вернётся к вам, но я знаю, если мы любим Бога и открываем Ему свои сердца, то Он всегда реагирует на это и воздаёт нам мерой доброй, утрясённой и нагнетённой. Бог любит вас, и я люблю вас. Хак-сами-ах, весёлых вам праздников! Если вы хотите стать нашим партнёром, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесёт Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. Продолжение следует...